Всем привет! Короче говоря, уже много чего записал наперёд, на самом деле, и это первая серия из серии о том, как начинается, собственно, гаражный сезон для 90-ка. Довольно много интересного сейчас идёт в процессе, одновременно, грубо говоря, прям три видоса, наверное, снимаю подряд, потому как хочется перераспределить всё, чтобы вам было это в конечном итоге интересно и последовательно смотреть, главное понятно. Первая серия сегодня будет посвящена тому, что, собственно, является продолжением предыдущей, ну а конкретно про то, как машина перешивалась, как делался, ну скажем так, в простонародье чип, по-правильному это настройка, как мы расшили, собственно, катализаторы и будем сегодня подготавливать их к вырезанию. Соответственно, сейчас вы немножечко подноготные мои подкапотки увидите, и, ну как бы, YouTube такая вещь, что можно скрыть всё, но я решил, как бы, ну смысл это всё скрывать, если то, что вы сейчас увидите, это не какая-то там моя вина, не моя заслуга. И почему бы просто не показать весь процесс, изначальное состояние, то, с чего мы начинаем под капотом девяностика, и, может быть, в какой-то перспективе месяцев, может, каких-то лет, можно будет сделать какое-то возвращение времени назад, посмотреть, с чего мы начинали и к чему мы, собственно, пришли. Потому, тем более, я не вижу смысла что-то скрывать. Сейчас вы увидите всё, что там есть, где-то грязь, где-то там ещё что-то, но, тем не менее, это тот путь, по которому я иду, и, как бы то ни было, в любом случае, всё будет гораздо лучше и определённо интересно. И так, в общем, тут, блин, без перчаток сюда лучше не подходить. Я уже год назад, может быть, даже ещё чуть-чуть раньше, чем год назад, полтора года назад, я, блин, тут всё чистил, но не капитально. То есть, всё, что вы видите, например, вот здесь, вот эта вот вся гадость, грязь, это всё было и здесь, сверху. Ну, то есть, я и коллектор впускной, вот это вот всё было обосрано, просто в очко. Вот. И, ну, как бы, вы знаете уже, что я вырезал Евро-2 программно с помощью Сани, и мне теперь на очереди необходимо вырезать катализаторы физически отсюда. И вот, что, в общем, сейчас у нас уже здесь вырисовывается. То есть, здесь мне, ну, так, заранее скажу, здесь мне необходимо освободить место для одной фичи, которая планируется. Вот. Соответственно, расширительный бачок, скорее всего, переедет туда. И, ну, как бы, это мелочь, на самом деле, осталась. Расширительный бачок, есть определённая технология на этих моторах, на этой подкапотке, вот, Е90, переноса в ту область, вообще ничего сложного абсолютно. Это всё делается. Вот. Но мне, прежде всего, необходимо было для того, чтобы в том числе нормально иметь доступ к болтам, которые крепят клапанную крышку, чтобы их открутить. Дабы заменить прокладку клапанной крышки, которая течёт, вы можете сейчас обратить внимание, насколько тут всё загажено, насколько тут всё очень сильно грязно. И это прям выглядит печально. Очень. Но. Но. Мои постоянные зрители, которые видели мою 540, которые видели мою подкапотку М62, я напомню, которая начинала примерно с того же, что в каком состоянии чистоты этот мотор, но там мотору была гайка ещё и внутри. То есть, здесь я очень надеюсь, что у нас противоположная ситуация, только мы понаружу имеем вот этот весь беспорядочек, который, соответственно, ну, вы все подсознательно понимаете, я приведу в порядок. Вот. В общем, что было снято? Снято, была демонтирована, более правильно назвать. Вот такая вот штучка. Вообще, я в руках держу сейчас, это клапан называется, продувки катализаторов. То есть, он вот сюда вот так вот монтировался. Вот таким вот образом он здесь находился, он здесь мешает, ему здесь не место, уже потому как продувать будет скоро нечего, катализаторы будут удалены, они вообще уже отшиты программно. То есть, на евро 2 у нас. Соответственно, вот, благодаря магии монтажа, я в руки взял, это называется насос продувки катализатора. Вот примерно таким вот он образом здесь сидел, занимал до хрена место. И в этой штуке у меня теперь вообще, как бы, отпадает необходимость абсолютно. Тоже идет в утиль. Скажем так, убираем лишние запчасти. Но, я думаю, вы понимаете и видите, что здесь у нас вот находятся такие два, более даже правильно, не пальцем указывать буду, два технологических отверстия, в которые заходит вот этот дополнительный воздух, который прожигал катализатор. Соответственно, вот эти вот отверстия необходимо будет заглушить. Ну, я сейчас в таких небольших раздумиях. В общем, можно, в принципе, использовать вот это я вот. Собственно, отрезать вот здесь. И использовать это как заглушку, то есть заварить вот это отверстие полностью. Дальше, все, с чего заварилось, по большому счету. У меня, в общем-то, генератор. Приказал долго жить. Его здесь нет, его сейчас делают. Вот такая вот у меня тут красота в кавычках. Срань. Вот. И это все, соответственно, тоже нужно устранять. Есть подозрение, что течет передний сальник коленвала, потому как здесь сухой грязный на пыл, там влажный и мокрый на пыл масляный. То есть есть вероятность, что он течет. Ну, это я самостоятельно делать не буду. Это я поеду к своему товарищу Игорь, и он мне его высококачественно, профессионально заменит. То, как шкив снимать, это, кто знает, это непростая задача. Тем более, филиграмно, аккуратно поставить новый сальник коленвала. Так, ну, короче, вот эта вот штука оказалась из алюминия, и, в принципе, то можно было это все осуществить, то есть можно было здесь вот разрезать, как бы заварить это все, ну, отвезти рвонщик, а чтобы он заварил. Ну, я решил этим не заморачиваться. Потому как мне проще было просто самому ее из металла изготовить, что, собственно, вы только что видели, вот уже покрашенная, изготовленная деталь, я ее уже примерял. Но там плюс-минус под капотом так подчистил, насколько это было возможно, в принципе, до того, как я буду снимать клапанную крышку, там все остальное. Потому как, когда это буду делать, то, ну, буду более комплексно стараться там очищать, отмывать все, и, скорее всего, даже, может быть, расширительный бачок сниму, ну, по крайней мере, в сторону его отодвину, чтобы было больше доступа туда. Ну, а сейчас это, ну, не очень актуально. Так что сейчас просто прикручиваю заглушку на вот эту вот, вместо вот этой вот приблуды. Едем дальше. Так, в общем, вот так вот это сейчас здесь все выглядит на текущем этапе. Вот расширительный бачок, он чуть-чуть совсем мешает, в принципе, места достаточно. Но два болта, их можно снять и открутить, по крайней мере, его в сторону сюда притянуть, уже для оперативного пространства будет гораздо больше места. Как выглядит заглушечка? Ну, я ее не знаю, скорее всего, сейчас немножечко еще психанул, чем-нибудь промажу. В принципе, прокладка тут, вот она на месте, она нормальная. Выглядит все это вот таким вот образом. Сюда падает, гаечками затягивается. И, да, в принципе, да, и все. Это, кстати, канал, который вот здесь, он идет в головку. То есть, это не часть выпускного коллектора, это часть ГБЦ. Соответственно, как бы тут, ну, нужно было быть аккуратным. Так что, я думаю, такое решение вполне рабочее. Так, еще апдейт по генератору. В общем, это мой генератор тут, который стоял на моей машине. Я его забрал с ремонта. И, к сожалению, ну, он лишен смысла как-то быть ремонтированным, потому как у него сгорела обмотка и обгонная вуфта, что-то там, в общем, с ней не то. В общем, ремонт примерно стоил бы, как покупка нормального какого-то генератора с разборки. И здесь, в принципе, то, ну, как бы якорь еще остался жив. И вот эта вот управляющая плата вся. Ну, не знаю, короче, я себе его оставляю на запчасти в случае чего. И просто я заказал с разбора хороший рабочий генератор, который мне уже отправили. Соответственно, завтра он приедет, и завтра я его установлю на место. Ну, а сегодня еще немножечко времени придется уделить для того, чтобы помыть посадочное место. Потому как, ну, вот у меня подозрение, что, вероятнее всего, он загорел от того, что был очень грязный. И вот это вот, вот это вот все, оно везде в генераторе, в том числе внутри было. И вот в этих вот воздушных, вот этих вот воздушных каналах охлаждения, соответственно, тоже. Вот здесь вот аж как-то, как-то оно аж черное. Вполне вероятно, вот здесь вот он и пригорел. Так, короче, все-таки я решил перестраховаться. В общем, сейчас видите, и мажем, и устанавливаем залужку. Так, ну, все. В общем, вот таким вот образом теперь это все. Выглядит. Я думаю, в принципе, вполне рабочее решение. Можете пользоваться, так сказать. Итак, по генератору. В общем, пациент мертв, как вы уже поняли. Вот с разбора я взял генератор в хорошем состоянии, с малым пробегом. Вообще, 2014 года. С такого же мотора, как у меня, по-моему, даже. Здесь, конечно, какое было безобразие, такое и осталось. Ну, в общем, мойка будет немножечко позже. Здесь я отмыл, почистил, насколько это было в пределах разумного, в пределах адекватного. Спереди вот тоже начал. Тут, ну, там сенсоры, вернее, ну, там соленоиды, в общем. Не очень хотелось туда пока что залезать, там отключать. Это все потом комплексно я хочу сделать. Вытянуть, почистить сеточки, как бы, в дальнейшем это все. Знаете, вспоминаю то, каким образом тяжело снимается генератор и устанавливается на М62. Тот, который кушный, тот, который в рубашке охлаждения, где надо снимать, сливать всю охлаждающую жидкость. Добраться до него реально сложно. Плюс герметичная прокладка у него, плюс он сам дорогостоящий. То меня потом спрашивают, Рома, какой тебе мотор больше нравится? Ну, вы знаете, тут четыре болта, генератор, как бы, и в доступном месте охлаждальку сливать не надо, прокачивать ничего потом не надо. Я думаю, ответ сам себя вырисовывает. Вот, да, в принципе, тут с рядником, ну, во всех таких вопросах все по-другому и с более хорошей точки зрения. Генератор новый на месте, подключен, ремень стоит старый, потому как еще не заменен передний сальник коленвала, что я хочу, собственно, сделать в ближайшее время и, скорее всего, тогда уже поставлю новый ремень. Так, ну и небольшая, короче, распаковочка, покупка на соточку баксов сразу залетает на BMW. Здесь у нас ремень новый, который залетит после установки нового сальника коленвала. Вот, Виктор Рейн взял сальник коленвала. Повод характера. Так вот выглядит. Это все добро залетит. Вместе с колечки на форсунке. Это то, что, в принципе, я всем говорю делать, всем рекомендую делать, когда вы покупаете BMW. Нужно заниматься еще и впуском. Соответственно, вот эти вот колечки стоят копейки. Их заменить несложно. И вы себе много проблем упреждаете этой заменой. Дальше. Прокладки под впускной коллектор. Вот такого вот характера. Необычно немножко для меня. На двигателях M-серии BMW выглядели прокладки более, скажем так, покруче как-то. А тут такие, ну, ничего. В общем, тоже под замену прокладки вкусного коллектора. И, кстати, они мне подойдут, в общем, на другой коллектор, который будет позже. Здесь у нас прокладка клапанной крышки. То, что я буду, соответственно, тоже менять. Виктор Рейн, соответственно. И еще вот такая вот штука. Это прокладка под моторчик Вольфтроника. Тоже ее необходимо обязательно менять. Под нее, соответственно, тоже течет. Вот. Ну и небольшой бонус с Алиэкспресса. Вот приехали полотенечко микрофибровые. Дабы нормально вытирать машину хорошим материалом, скажем так. Вот. Решил тоже приобрести. Ну и то, что касается генератора. Генератор обошелся в 3000 гривен. Ну, считай, тоже в 100 баксов. Короче говоря, вот в это вот все залетает на 200 долларов. Такое беглое, скажем так, беглое обслуживание автомобиля. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Видос длинный, скучный Ну как бы сезон гаражных видосов Такой примерно и будет Только единственное за исключением того Что предмет видео Будет гораздо более интересным Так вот, хотел еще одну вещь Такую подчеркнуть и озвучить В том плане, что Вот то самое видео Которое я упоминал ранее Про чип, там все дела Вот, были там замеры Были определенные цифры Цифры неплохие Довольно таки, по сравнению с тем, что были Но я вот сейчас выехал Проехался, прошло наверное Недели три я не выезжал на машине И Думаю, дай-ка нажму разок Как бы ноздри продую И тут до меня дошло в этот момент Что замеры-то не актуальные Потому что генератор-то Уже был мертв на момент замера Вот тогда, если вы посмотрите это видео Еще разок, там в конце уже слышно Даже когда я уже гонялся с 39-й Вот, было уже слышно Как он воет То есть в тот момент заряда Заряда уже не было Вот И, ну, как бы Очевиден тот факт, что Машина ехала хуже Хуже почему? Потому что Недостаточное напряжение борт-сети Недостаточное напряжение искры Ну, как бы Кто разбирается в этих нюансах Тот понимает Ну, а кто не разбирается Примите это за факт В общем, если у вас генератор не работает адекватно То у вас машина ехать не будет Соответственно адекватно Потому, как бы К огромному сожалению Ну, как бы К какой-то степени и к счастью Те цифры, которые были Они не актуальны То есть Машина действительно Даже с жопой Я просто сейчас чувствую Когда напряжение борт-сети 14 с копейкой Я жопой прям чувствую Что машина едет гораздо лучше Гораздо лучше И может быть Может быть У нас вот сейчас уже ноябрь Вот я так затянул с видосом Что начинал снимать в сентябре А сейчас уже ноябрь И времени просто нету Ни на монтаж Ни на съемку Ни на что вообще Может быть Какой-то теплый денек выдастся И я выйду еще разок Попробую все-таки замериться Вот Но, как бы Вероятность этого мала Но Имеет место быть Может быть Ну, увидим Короче Такой вот итог Интересный Мне самому теперь интересно Замериться Вот Вожу с собой этот драги На улице сейчас Влажный асфальт Я просто на второй передаче Сейчас нажал И колеса ушли в букс Короче Короче говоря Такая вот история Такая вот песня